Универсальный автомобильно-бытовой компрессор Greenworks. Это два абсолютно самостоятельных устройства в одном корпусе. Мы нажмем на кнопку пуска и начнем накачивание колеса. Но ему нужно много воздуха быстро и сразу. Друзья, привет! Вы на канале Мастер Форум. С вами тестовая команда потребителей Евгений Балабас. Сегодня у нас одна очень интересная новинка. Это универсальный автомобильно-бытовой компрессор Greenworks. Аккумуляторная модель, работающая от 24 вольт. Универсальный автомобильно-бытовой компрессор в первую очередь интересен тем, что он наравне с новым, появившимся в этом году электрогидравлическим автомобильным домкратом Greenworks, также работающим от батарей 24 вольтового семейства, в некотором смысле открывает новую линейку техники Greenworks, пригодную для использования в автомобиле. Давайте откроем коробку, изучим это устройство и опробуем его в работе. Внутри достаточно удобного прямоугольного тканевого кейса на молнии находится компрессор и некоторое количество аксессуаров к нему. Это очень интересная и, скажем так, мультиуниверсальная модель. Проходит под индексом G24IN. Ну, собственно говоря, в данном случае, поскольку это компрессор и насос, IN от слова inflator. Чем в первую очередь интересна эта модель? Это два абсолютно самостоятельных устройства в одном корпусе. За счет этого она максимально универсальна. Что у него находится с левой стороны? С левой стороны у него находится достаточно мощный автомобильный компрессор для накачки шин, компрессор поршневого типа. Здесь, соответственно, имеется для него шланг с быстронадеваемым на ниппель разъемом, а в центре панели управления имеются клавиши для классического управления компрессором подобного типа. Это смена единиц измерения давления, включение насоса и, самое главное, электронная предустановка давления. Этот насос с автоматическим отключением. Мы предустанавливаем на дисплее нужное нам давление, нажимаем на кнопку пуска и насос накачивает колесо и автоматически останавливается при нужном давлении. Со стороны компрессора высокого давления автомобильного мы видим удобное мотовильце для кабеля с подключением к автомобильным ниппелям. С этой же стороны находится светодиодный фонарь для удобства работы в сумерке, а также три универсальных переходника на велосипедные колеса, иголка для мечей, а также универсальный продувочный штуцер. С правой стороны находится вторая часть этого гаджета, абсолютно самостоятельный насос турбинного центробежного типа. Это насос, который в отличие от автомобильного шинного насоса не дает высокого давления, но дает большую производительность по воздуху. Для него тут в комплекте идет большого диаметра шланг с разными насадками и предназначен он для накачивания каких-то больших пневматических вещей лодок, матрасов, надувных палаток, бассейнов и тому подобного. Насос низкого давления имеет штуцера как для выхода воздуха, так и для входа воздуха. Туда же можно подключить вот этот вот универсальный шланг. Для выдува мы его подключаем, когда накачиваем что-либо, а штуцер для входа воздуха мы его подключаем, когда нам нужно, например, бассейн или лодку или палатку быстро сдуть. На задней части устройства, как мы видим, присутствует стандартный слот для 24-вольтовой батареи, но помимо этой 24-вольтовой батареи устройство может питаться от встроенного шнура с разъемом классическим прикуриватель ПАПа. Ну что, попробуем насос в работе. Вначале мы испытаем его часть высокого давления для автомобильных колес. Вот у нас полностью спущенное, как вы видите, колесо 275 на 70 на 16. Колесо достаточно большого объема. Мы сейчас в него загоним 2,1 атмосферы, для чего установим в компрессор аккумулятор. Включим его. Компрессор включается кнопкой на передней панели, после чего клавишами плюс и минус мы осуществляем предустановку нужного нам давления. Для этого колеса нам нужно 2,1 бар. Установив 2,1 бара, мы нажмем на кнопку пуска и начнем накачивание колеса. Надеваем штуцер на давление. Давление уже, как вы видели, было предустановлено. Осталось нажать на кнопку пуска. 10 минут работы и полностью сдутое колесо, причем огромное колесо, в общем-то 275 на 70 на 16, напомню, накачано до 2,1 атмосферы. Ну, они же бары. 10 минут это, в принципе, немало, но, в общем-то, как бы компрессор справляется. Задача, так сказать, перед ним стояла непростая. Объем воздуха огромный, полностью накачано колесо. Все прекрасно. Причем, повторюсь, это можно сделать как от встроенного аккумулятора, даже при отсутствии аккумулятора в машине, так и при питании от бортсети. Отдельной кнопочкой, что удобно, включается фонарь. Его можно включить как при работе компрессора, так и как самостоятельное устройство. Интерфейс устройства, в принципе, типичный для автомобильных компрессоров с автоматическим отключением. То есть, это кнопка включения паузы, это общая кнопка подачи питания. Кнопки плюс-минус регулируют предустановки давления и, нажатые вместе, они меняют единицы измерения. Бары, килопаскали и пси. И отдельная кнопочка управляет правой частью насоса, высокой производительности, но низкого давления, турбинной. Ну что, теперь пришла пора проверить вторую половину этого устройства, а именно турбинный насос. Он выдает большое количество воздуха, но с невысоким давлением. Вот сейчас у нас для него прекрасный клиент. Это небольшой бассейн, который не нужно накачивать до высоких атмосфер, как автомобильное колесо, но ему нужно много воздуха, быстро и сразу. Попробуем. Ну что, включаем компрессор, переводим его в режим насоса низкого давления и запускаем. Ну что, компрессор справляется как с большими давлениями довольно больших колес, так и с малыми давлениями больших объемов, таких как этот бассейн. Надеемся, было полезно и интересно. Устройство действительно необычное, удобное как для автомобилистов, так и для туристов. То есть, например, можно даже какую-то компанию или семью оставить с надувной палаткой и уехать по каким-то делам. Аккумулятор позволяет работать автономно. Если вдруг аккумулятор разряжен, можно прекрасно воспользоваться кабелем питания 12 вольт через автомобильный прикуриватель. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много всего интересного. До будущих встреч!